Добрый день на телеканале Россия. Вести Кабардино-Балкария о самых важных событиях в республике. В эти 15 минут расскажут корреспонденты нашей программы. Я Марина Ярославская. Главное выпуски. Миллионы молодым предпринимателям. Гранты на малый и средний бизнес от майской райадминистрации. Основы религиоведения в школах. Мы никого не погружаем в религию. Мы просто сегодня ведем как бы просветительскую работу. Результаты первых месяцев экспериментальной дисциплины. Цифровая революция. Что такое спутниковая картинка и когда в республике телевизоры начнут показывать по-новому. А теперь подробнее. Спикер парламента Кабардино-Балкария Ануар Чеченов сегодня принимает участие в семинаре руководителей региональных законодательных собраний членов Совета законодателей при Верхней Палате Российского парламента. Проходит оно в Москве на базе библиотеки МГУ имени Ломоносова и продлится 4 дня. Принять участие в форуме председателя Республиканского ЗАГС Собрания пригласила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает сегодня пресс-служба парламента КБР. Напомню, Ануар Чеченов входит в состав Совета законодателей России. Цель семинара повысить роль регионов и масштаб их участия в законопроектной деятельности на федеральном уровне. В своих первых комментариях спикеры парламентов Республики Краев уже отметили, как важен подобный обмен опытов и готовы озвучить свои предложения. Кроме того, такие встречи дают возможность получения информации, что называется, из первых рук. Сегодня народные избранники регионального и федерального уровней обсуждают основные тенденции современной экономической, финансовой политики, а также перспективы противодействия коррупции. В планах работы форума дискуссия о развитии политической системы и избирательного законодательства. К другим темам. Печатная реклама лекарств навсегда исчезнет из больницы-поликлиник. Росздравнадзор теперь будет строго следить, чтобы медицинские представители не распространяли буклеты медикаментов в учреждениях здравоохранения. А врачи не выдавали пациентам бесплатные образцы фармацевтической продукции. Соответствующее постановление уже разместили на сайте правительства РФ. Принятие его запланировали на 24 ноября. Вместо некогда популярного журнала «Здоровье» на прилавках в аптеке небрежно разбросаны рекламные проспекты, своеобразная пропаганда здорового образа жизни и красочные буклеты с изображением медоборудования, всевозможных лекарственных препаратов и подробной аннотацией. Реакция населения неоднозначна. Одни игнорируют сомнительную информацию, другие от экспериментов не отказываются. Тем более, если врач рекомендует. А между тем, согласно закону об охране здоровья граждан в РФ, медработники и руководители медучреждений не имеют права заключать договоры с представителями компаний с целью реализации продуктов медицинского назначения, а также назначать или рекомендовать пациентам определенные лекарства или медоизделия. Также они не могут принимать представителей компаний, выдавать пациентам бесплатные образцы препаратов, выписывать рецепты и назначения на рекламных бланках. Принятие закона считают местные парламентарии весьма своевременно. Я думаю, достаточно рычагов у государства для того, чтобы обеспечить получение качественных медицинских услуг нашим населением и обеспечить качество медицинских препаратов, которые поступают в фармацевтическую сеть для реализации. Эта деятельность должна быть совершенно прозрачная. Новое правительство Кабардино-Балкарии по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем последних дней. С одобрением восприняли происходящие сейчас изменения в составе Республиканского кабинета министров, представителей власти, видны общественные и религиозные деятели. Своё видение по поводу последних назначений они озвучивают в местных газетах, интернет-порталах и в эфире телеканалов. Так чего же ждут от нового правительства? Мне импонирует новый кабинет министров. Не потому, что там старый кабинет министров как-то работал. Они огромную работу провели и есть, как говорится, фундамент для дальнейшей работы новому кабинету министров. Волонтерство, толерантность, да, это всё мы все прекрасно понимаем, что без этого никуда. Но сегодня надо стучаться выше, запросы делать больше, потому что проблемы молодёжи, вы сами понимаете, огромные. И если мы сегодня не уделяем большое внимание молодёжи, то завтра, естественно, мы останемся не у дел. Я уверен, что у нас пойдут дела в гору. Мало того, что проделаны, я же повторюсь, я надеюсь, что это новое развитие, это новая инфраструктура у нас появится. Селяет надежду у нас казаков, что, значит, с приходом нового правительства, нового состава правительства и председателя правительства у нас будут осуществлены программы, которые были заложены, значит, на этот год, на следующие годы. Это, значит, ремонт наших домов культуры, в которых в основном у нас находятся и наши штабы, и наша культура казачья. Мы все помним недавнее прошлое, до прихода Арсена Башировича, в каком состоянии находилась республика, какие были долги. Сейчас долгов нету, у нас красиво стало в городах, чисто стало. Ну, хотелось бы, чтобы у нас были рабочие места и достойная заработная плата у населения. Я думаю, что у нас должен получиться рывок или, как можно сказать, прорыв, значит, в деятельности, значит, правительства нашей республики. В этом учебном году в школах республики появился новый предмет – основы религиозной культуры и светской этики. К нюансам преподавания педагоги отнеслись серьезно. К обсуждению, в каком именно направлении выстроить программу обучения, привлекли и родители, большинство из которых выбрали уклон на светскую этику. На уроке религиоведения побывал наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. И эти посылы должны были посмотреть, какая у всех религия. Им больше понравилась христианская религия. Ольга сама поехала, и ей тоже понравилось. Она приняла христианство. Историю крещения Руси в нашей республике сможет рассказать далеко не каждый взрослый. Четвероклассница Дана рассказывает об этом с упоением. Когда в прошлом году в Кабардино-Балкарии экспериментально решили ввести новый предмет религии, многие родители стали бить тревогу. Тогда еще чему и как будут учить их детей было неясно. Теперь же по прошествии первой четверти ученики показывают весьма неплохие результаты. Мы узнаем, по религии правильный путь в каждой религии. Что эта религия говорит, ее законы. Существуют религии язычные, христианские, исламские, буддийские. Они отличаются языком, традициями, обычаями, внешним видом. Тема сегодняшнего урока затрагивает совсем не детские, а философские вопросы. Что есть культура и культурный человек. Ответ у него и всего класса вызывает большую дискуссию. Если все эти поступки, все эти дела направлены на благо других, на благо окружающего мира, то значит этот человек культурный. Не хлебом единым жив человек. Именно через общечеловеческие понятия культуры, добра и милосердия раскрываются основные постулаты любой религии. В условиях разноконфессионального класса родители дружно решили, углубляться в ту или иную религию не стоит. Нет. Выбрали курс, который ориентирован не столько на религиозное, сколько на культурное образование детей. Воспитание и духовная культура как-то ушли на задний план. А сейчас они снова востребованы, потому что общество нуждается в добрых людях, которые могут делать поступки благородные, быть интеллигентными, говорить грамотно. Поэтому я считаю, что этот курс дополняет только и делает, наверное, наш образовательный процесс более искренним. На сегодняшний день больших проблем с обучением нет, говорят учителя. Еще летом они прошли курсы по новой дисциплине. Учебниками все дети обеспечены. У нас 90% четвероклассников изучают основы светской этики. И вот только 10% у нас изучают ислам. Но в четвертом классе сказать, что мы сегодня кого-то погружаем в религию, это было бы неправильно. Мы никого не погружаем в религию. Мы просто сегодня ведем как бы просветительскую работу. Четвертый класс – это только первая ступень обучения основам религиозной культуры и светской этики. Предмет рассчитан на несколько лет. Альберт Корсаев, Заур Канкулова, Саламур Захандоха, Вести Кабардино-Балкария. Сегодня Кабардино-Балкария простилась с народным писателем КБР, заслуженным деятелем искусств республики, членом Союза писателей России и Союза журналистов, Жагофаром Токумаевым. Ему было 77 лет. Гражданская панихида прошла сегодня в Нальчике, в доме, где последние годы жил и работал Жагофар Токумаев. Попрощаться с ним пришли его коллеги по перу, представители общественных и религиозных организаций и просто ценители его творчества. Вспоминали сегодня и пьесы Токумаева, которые многие годы на сцене Балкарского госдрамтеатра собирали аншлаги и произведения, в том числе и переводы, которые обогатили и украсили национальную культуру. От нас ушел замечательный товарищ, талантливый писатель, писатель-историк, писатель-юморист, писатель-драматург, народный писатель Кабардино-Балкарской республики, заслуживает деятель искусств Кабардино-Балкарии. Похоронили писателя на Хасанинском сельском кладбище. Продолжаем выпуск. Гранты и субсидии лучшим проектом. Администрация Майского района объявила о начале отбора инвестиционных молодежных идей. Деньги – это несколько миллионов рублей. Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства разделит между самыми успешными бизнес-проектами. Программа микрофинансирования, по мнению специалистов, поддержит начинающих предпринимателей на первом этапе реализации проекта. Наш специальный корреспондент Сафар Гириев узнал, на что потратили гранты те, кто их уже получил. При определенной температуре роза может жить до 30 дней, скажем, а если ее ставить в комнатную температуру, то уже меньше. Алла Миралиева про цветы знает все, как и про то, что без финансовых вложений продвинуть дело, пусть и малое, трудно. Да, предпринимателей, занимающихся цветами, сейчас много. Но в местной администрации этот факт сочли недостаточным для отказа в выделении гранта. Бизнес-план Миралиевой был составлен с учетом новых технологий. Освещение даже специальное, там лампы для растений, для живых растений, благоприятно влияют на растения. И температура, которая рекомендуется для цветов, чтобы они дольше жили и свежие были. Галина Коработова тоже разводит растения, но уже вечно зеленые. И своей страстью заразила всех домашних. Именно они ухаживают за саженцами, пока начинающая бизнес-лед и завершает образование, заканчивает агрофак Кабардино-Балкарского сельхозуниверситета. Дело Коработова открыла на те самые 250 тысяч рублей гранта. Теперь в планах расширения производства. Нужны дополнительные площади. Территории вокруг дома уже недостаточно. Уже все получается, в принципе, поняли, что нужно, чем брызгать, чем подкамливать. Самое главное, то, что мне нравится, то, что людям нравится. Это же все хвойники у нас. Они зимой и летом зеленые, зимой и летом красиво. Сейчас в районе работает 1175 субъектов малого предпринимательства. Восемь из них получили гранты местной администрации в этом году. Причем выделяется помощь без ограничений, независимо от характера и рода деятельности. Здесь, к примеру, на средства господдержки старые кафе превратили в современный уютный уголок отдыха. Все, что делается со стороны администрации и республики в целом, это, конечно же, поддержка, без которой, возможно, не было бы таких красивых мест и такого бизнеса. Но я более чем уверен, что от человеческих характеристик это тоже зависит. Тот человек, который непосредственно будет реализовывать тот или иной проект, заниматься тем или иным бизнесом, должен быть целеустремленным. В районе создан совет по вопросам предпринимательства. Успешно работает фонд поддержки малого предпринимательства, реализующий программу микрофинансирования малого бизнеса на возвратной основе. Малое предпринимательство приносит в казну района чистое налоговое отчисление, способствует тем самым решению назревших социальных проблем. Но самое положительное здесь – это занятость населения. Люди открывают свое дело, свой бизнес, зарабатывают тем самым кусок хлеба и для себя, и для других. А кратное то, что определенный процент предпринимателей берет курс на сферу производства товаров народного потребления, не зацикливаясь только на торговле. Сафар Гиреев, Анатолий Ереко, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня наши коллеги и мы отмечаем свой профессиональный праздник – Всемирный день телевидения. Но торжества как таковые, связанные с этой датой, для нас еще один повод привлечь внимание зрителей-экспертов к роли ТВ в продвижении мира и развития современных технологий. Мы уже на пороге так называемой цифровой революции. И скоро в каждый дом придет долгожданный сигнал высокой четкости. Что нового принесет цифровое вещание и когда, знает моя коллега Наталья Булат. Центр формирования пакета программ именно сюда, говоря языком обывателя, стекаются федеральные каналы, вставляются местные новости и рекламные блоки, после чего уже обновленный продукт отправляется на экраны телевизоров. Аппаратура работает в тестовом режиме. Совсем скоро Кабардино-Балкария перейдет на цифровое вещание. Специалисты говорят, плюсы будут видны невооруженным глазом. Пока действует аналоговое оборудование антенны, у большинства населения бесплатные каналы либо ловят плохо, либо их нет вообще. При переходе на цифровое вещание наши зрители получат сразу одновременно 9 каналов абсолютно одинаковым качеством по всей территории Кабардино-Балкарии, когда будет закончено строительство всех объектов. Уже сейчас по республике установлено 17 объектов радиотелевизионного передающего центра. Впереди строительство еще 22. Задача – охватить без двух 100% населения. Соблюдая конституционные права граждан на бесплатный доступ к информации, государство увеличивает число каналов, которые войдут в базовый пакет до 20, какие конкретно станет известно по результатам конкурса в середине декабря. Первый канал – ТВЦ «Культура», «Мир», «Спорт», пятый канал – «Звезда», «Россия-1» в аналоговом виде для передачи всех этих каналов. Оборудование занимает большую часть комнаты при переходе на цифровое вещание, достаточно одного передатчика. В самом использовании оборудование менее энергозатратно и экономически более выгодно. Жители смотреть бесплатные каналы смогут при помощи специальной абонентской приставки. В обязательном порядке она должна поддерживать общепринятый формат цифрового ТВ – DVB-T2. При использовании приставки не имеет значения. Это может быть и старый цветной ламповый телевизор, это может быть и более современный телевизор с плоским кинескопом, но кинескопный. Это может быть и ЖК уже более современный телевизор. Вплоть до плазмы, которые просто в своем составе не имеют соответствующего сегодняшнему дню приемника. Приставка этот приемник просто-напросто будет замещать. Исключение составляют телевизоры, выпускающиеся с августа этого года. Предполагая наличие вопросов у населения, сотрудники РТПЦ в народе телевышки готовят к открытию в Нальчике консультационный центр, специалисты которого будут давать разъяснения по любым возникающим вопросам. Наталья Булат, Аслан Карданов, Вести, Кабардино-Балкария. В Нальчике полицейские закрыли очередной игровой зал. Подпольный бизнес процветал в одном из помещений торгового учреждения, расположенного по улице Кирова. Оперативники изъяли 21 игровой автомат и денежные средства в размере почти 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по КБР. В настоящее время принимаются меры по привлечению организаторов запрещенного бизнеса к установленной законам ответственности. И напоследок о спорте. Нальчикскому Спартаку не удалось уйти на зимние футбольные каникулы в четверке лидеров команд первого первенства российской футбольной национальной лиги. Свой шанс завоевать победные три очка и подняться в турнирные таблицы красно-белые вчера во встрече с красноярским Енисеем упустили. И болельщики нашей команды зрелищной игры и голов в ворота соперников так и не увидели. В первом круге чемпионата Нальчикский Спартак сибирякам проигрался счетом 3-1. И вчера в домашней игре зрители ждали реванша и не теряли надежду, что финальную в сезоне игру подопечные Тимура Шибшего сделают зрелищной. Но футбольная фортуна от наших футболистов отвернулась. На пятой минуте во время штрафного в исполнении Олега Лайзенса ошибку допустил галкипер Нальчан Антон Коченков. Летящий издали мяч будто загипнотизировал нашего вратаря. Гол в ворота Спартака. А уже на 43-й минуте вышедшему на замену Василию Пьянченко помог забить второй гол в ворота красно-белых пикошет от нашего же защитника. Итог игры 2-0 с поражением Нальчан. Продолжение футбольного первенства в марте следующего года. И это все новости к этому часу. Следующий выпуск в 17.30. Следите за новостями Кабардино-Балкарии вместе с нами. До встречи.